Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Пришла пора поговорить о огурцах. И вот перед тем, как рассказать, что нужно положить в лунку при посадке огурцов, я хочу снять общий теоретический видеоролик на весь сезон и объяснить, что любят огурцы, что вы должны ему дать, чтобы он дал вам хороший, богатый урожай. Вот я сейчас нахожусь в теплице, в которой стоит еще рассада моя для открытого грунта. Нам еще рано высаживать огурцы, но так как высаживать буду огурцы я именно здесь, скорее всего. И так как некоторые уже собрались высаживать огурцы, я хочу сейчас как вводный небольшой видеоурок вам рассказать, именно обобщенный, что вообще хотят от нас огурцы, что мы должны им давать. Но так как большинство культур хорошо растут и плодоносят и в открытом грунте, мы их выращиваем там. Но однако огурцы, вот именно чтобы для получения ранней продукции, желательно выращивать все-таки в защищенном грунте, лучше всего в теплицах, но можно и под пленочными укрытиями. Они при этом удлиняются, сроки выращивания, плодоношения, можно рано весной, можно поздно, защита также от заморозков. И вот защищенный грунт именно теплицы имеет большое значение для выращивания скороспелых сортов и для получения раннего урожая. Я уже говорила, что чтобы получить ранний урожай, нужно выбрать скороспелый сорт и вырастить рассаду. И тогда, если мы высадим еще в теплицу, то мы получим очень рано. Вот у нас в сибирском регионе мы высаживаем в открытый грунт после 10-го, а в теплице я могу уже высадить 20-го мая, то есть дней через 10, через неделю. И уже заранее мы должны подумать о том, что мы дадим нашим огурцам. Во-первых, перед тем, как если вы первый раз, например, или первый или второй год выращиваете огурцы, вы должны знать, что любят огурцы. Сейчас я скажу. Они любят тепло, они любят свет, они любят воду, они любят хорошо покушать, и они не любят очень капризно, не любят сырость, холод и всякие бактерии. Начну по пунктам. Смотрите. Любят тепло, значит, нельзя огурцы высаживать раньше, чем будет температура почвы 15 градусов. Если томаты выдерживают, то огурцы заболеют и погибнут. Температура почвы 15, это значит, будет на улице 18-20 градусов. Раньше не высаживайте. Вы рискуете потерять свою рассаду. Дальше свет. Очень светолюбивый. Если вот эта ваша теплица, вот которая здесь у меня стоит сейчас, если она будет расположена рядом с постройками, или какие-то деревья будут закрывать ваши огурцы, то полноценного урожая они вам не дадут. И еще, свет и тепло очень взаимосвязаны. Если у вас будет теплица здесь светлая такая, яркая, но не будет тепла, но бывает же как, яркие солнечные дни, света очень много, но температура почвы еще градусов 10, и не прогрето ничего, тогда свет вам не поможет. Свет без тепла бесполезен. Также тепло. Если в теплице будет очень тепло, даже жара, но будет недостаток света, у вас плеть и огурцов вытянутся, будут слабые. Ой, извините, дождь хрещет, меня даже перестукивает. Свет и тепло, они должны быть одновременны. Нельзя высадить в теплую теплицу, но затененную, и нельзя высаживать в светлую теплицу, но холодную. Все, разобрались. Дальше вода. Очень влаголюбивый. Если у вас будет даже тепло и жарко, если у вас будет очень светло, каждый день солнце, но не будет влажный грунт, богатого урожая вы не добьетесь. Только обязательно всегда увлажненный грунт. Про полив я расскажу. При высадке польете, потом, когда он маленький, понемножку, во время цветения увеличиваете. Когда завязываются плоды, вообще надо лить очень-очень-очень. Влагозарядку делать большую. Четвертый пункт, это его прожорливость, то есть он очень любит покушать. Если при посадке томатов, я говорила, что не надо добавлять азотосодержащие удобрения, не надо много перегноя, томаты могут жировать, что это минус для томатов, то для огурца это все плюс. Это все плюс. Добавляйте, пожалуйста, перегной, и птичий помет, и навоз там разбавленный, и коровяк, и травяные азотосодержащие настойки. Он все будет кушать, чем больше будете кормить, тем богаче будет урожай. Ну и самое последнее, это, конечно, защищайте свои огурцы от бактериальных и других болезней. Больше всего боится он всяких корневых гнилей, потому что очень слабый, очень капризный. Сейчас сразу вот сюда переведу. Лучше применять био, всякие вот эти препараты есть. Я нынче не нашла. Глиоклодин. Во время посадки добавляйте в лунку, потом делайте опрыскивание. Если ваш огурец будет здоровым, он даст вам богатый урожай. Все. Сейчас быстро подведем итог. Чтобы получить богатый урожай огурцу, нужно дать нашим огурцам много света, тепло, много воды, много еды, он очень прожорливый, и уберечь его от бактериальных, от всяких корневых гнилей. Если вы вот эти, такие несложные условия соблюдете, не будете рано высаживать, будете хорошо поливать, подкармливать, то урожай огурцов вам гарантирован. Защищать от корневых гнилей лучше сразу при высадке, добавляя биопрепараты в лунки. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Краткий обзор, как получить богатый урожай огурцов. Готовить лунки нужно уже сейчас, примерно за неделю до высадки, о чем я вам расскажу в следующем видео.